Популярное российское издание взяло интервью у менее популярного белорусского оппозиционера Виктора Бабарико, который по известной причине уже больше года находится в СИЗО. В ответах на вопросы журналистов бывший банкир затронул тему поглощения России и Беларуси. «Я глубоко убежден, что мы всё ещё один народ, но живём в разных странах. Сегодня нет причин для государственного объединения. У нас нет таких планов, нет целей», – сказал Виктор Бабарико. При этом он считает, что Кремль может попытаться поглотить Беларусь к 2024 году. И всё потому, что считает ситуацию в республике неуправляемой. Госдолг растёт, и фактически Россия является единственным кредитором. «По этой причине Москва может использовать момент и время для прихода к власти на новых президентских выборах в Российской Федерации. Либо мы видим управляемую историю, которая удовлетворяет Россию с точки зрения контроля и предсказуемости, либо мы видим серьёзное углубление интеграции», – заявил Виктор Бабарико. Бывший банкир рассматривает введение единой валюты как завершительный штрих для завершения сделки. В то же время Виктор Бабарико уверен, что референдума по новой конституции в Беларуси не будет. Также, как рассказал гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев, Россия также будет готова более тесно сотрудничать с Беларусью в разработке новых видов вооружений. Компания представит совместные разработки на Международной выставке вооружения и военной техники «Милакс-2021», которая пройдёт в белорусской столице с 23 по 26 июня. «Компания готова активизировать реализацию совместных с белорусской стороной проектов в области производства вооружения с целью расширения сфер взаимодействия за счёт производительной и технологической кооперации», – сказали в пресс-службе компании Михеева. Он отметил, что «Рособоронэкспорт» повышает уровень военно-технического сотрудничества с Беларусью. В частности, он предлагает республике обширные поставки продукции военного назначения для вооружённых сил и других силовых структур страны. Михеев добавил, что российская компания может синхронизировать поставки вооружения и спецтехники с обучением специалистов. Также было объявлено, что президент России не приедет на встречу с Лукашенко 22 июня. В тот день президенты двух стран должны были посадить несколько деревьев возле Брестской крепости. Путин и Лукашенко уже встречались в Сочи. Официальный визит президента Беларуси прошёл с 28 по 29 мая. В мае месяце по итогам переговоров было достигнуто несколько договорённостей. Главы государств обсудили поставки нефти и газа, таможенное и налоговое сотрудничество, а также расширение военно-технического сотрудничества. Поднимался также вопрос о западных санкциях, восстановлении полноценного авиасообщения между Беларусью и Россией и заключении в тюрьму Романа Протасевича и Софии. Сапеги.